Заходи на whathub.net, ведь наш Новый Год 2024 уже начался. На сайте появилось большое количество больших новогодних контейнеров. Ты можешь выиграть большое количество новогодних коробок, такие как Рождественские, Отечественные, Восточные и Сказочный Новый Год. Из них ты сможешь получить уникальную премиум технику, которая еще нет в игре. И даже золотой легендарный танк Waffentrager оруженосец может стать твоим. А еще золото, дни танкового премиум аккаунта, кредиты, 3D стили и ресурсы. Открывай кейсы, зарабатывай билеты, принимай участие в ивенте новогоднего наступления, в котором мы разыгрываем более 500 коробок, по завершению которого ты сможешь получить те самые заветные призы в виде новогодних коробок. Не забудь про бесплатный барабан бонусов, в котором можно выиграть бесплатное открытие новогодних кейсов с новогодними коробками. Всем привет, друзья! Новый и очередной премтанк 8 уровня пожаловал к нам. В этот раз это американская ПТ-САУ. И как ясно из названия, XM66F, такого раньше мы не встречали, это, как обычно, некий прототип. Один из проектов. Особенностью его стало размещение всего экипажа в башне танка, и это позволяло обеспечить небольшую площадь лобовой проекции, написано в этой вот справочке. Где здесь небольшая площадь лобовой проекции, я не знаю. Огромный-огромный блин, как летающая тарелка. Визуально он напоминает немножко Астрон Рекс, местами даже походит на итальянские ПТ-шечки разнообразные, но на самом деле он является не тем и не этим, а очень интересным аппаратом. Здесь самое главное, цикличная система заряжания, отличный ДПМ и неплохое пробитие. С альфой, со стабилизацией, с неплохой точностью, с быстрым сведением. Всё это намекает на то, что это отличный работяга-прем, который годится для того, чтобы фармить на нём лютое количество серебра, не прибегая к постоянному настрелу одной только голдой, и это прекрасно. Если глянуть на его пушку, то уже прям, ну, вкусненькая. Альфа-400, привычная, типичная американская. Бронепробитие, сказал уже, на бронебойных 2-3-2. На подколах 276. Зволь кого не пробьём, так ими можно ещё бахнуть. Ну и 9,5 заряжания орудия, скоростность, высокая точность сведения вообще на уровне. Единственное, что у него из особенностей, это у него башня неполного вращения. Она поворачивается налево и направо на 30 градусов. Вниз пушка гнётся тоже отлично на 10. То есть, это такой среднемобильный, такой быдлотяжий ПТшка. Чё-то вот такое вот. Наверное, гораздо проще будет его сравнить со всеми прочими, которые я тут для вас подобрал. Итак, вот они все наши. Здесь, собственно говоря, два итальянца. Было бы здорово и удобно по порядку их расположить, но вот так расположилось. И три американца. Один из них прокачиваем просто для сравнения. По сути, это некие танки с Альфа АП-400, у которых башня есть или нет в случае ТС-5. Ну и итальянцы тоже для разнообразного сравнения. Итак, куда мы смотрим прежде всего? У всех Альфа АП-400. По бронепробитию наш тип, ну пусть не первый, но 2-3-2 тоже сойдёт. Это не 248, конечно, там-то вообще было бы удобно. И ТС-5 скажет, ну типа, эй, дети, сюда. Но при всём при этом у ТС-5 хоть и большой ДПМ, урон в минуту у него самый высокий, 2900. У нашего парня получается на втором месте. То есть Т-28 прототип вообще прям уже отстаёт здесь. Вместе с этим, внимание, на точность. Наш здесь главный, на секундочку. И последний, пусть он не чемпион, но по углам. А сюда же добавить ЧУТ-5-то башни нет у него влево-вправо. Вообще узенько, минус 10, плюс 10. А вниз еле гнётся. И наш дико удобный, хоть и ДПМ не такой прям рекордный, но он тоже хороший. Далее смотрим. Мобильность, тут туши свет. Он самый быстрый по уделке. Самый быстрый по максималке, пусть она и небольшая совсем. И даже у него какая-никакая есть темка с обзором. 380. Ну, не знаю, много, не мало. Немного, конечно, но больше остальных и прочих. Ну и вот, то есть, если его сравнивать с теми, кто на него немножечко похож, он лучше их всех по совокупности характеристик, кроме одного нюанса. И это вот оно, бронирование. Как видно, здесь уже башка большая, а не чуть позже, она хорошая. А вот корпус нет. 95 в верхнем бронелисте, 100 в нижнем. Даже больше, чем в верхнем. Но суть такая, проведёнки там и там мало. 202 сверху, 170 снизу. Получать будем сюда почти от всех. И это нехорошо. А вот башка крепкая. Тут, собственно говоря, 260, там где-то 230. Но в приведёнке там около 300+. То есть, всё это пробивать необходимо прям совсем выцелить. Ещё есть некоторые там супер-мега тонкие области, да, ну пойди их ещё выцели. Но, если не стрелять ему в корпус, а прятать корпус, то в башню пробивать его будет неудобно. Лючки небольшие. Ну, есть, но небольшие. Ещё вот такая вот есть тут штучка у него. Некий такой под триплекс, что ли, надстройка в башне. И если в левую щёку вам будут голдой пихать, будут пробивать. Всё остальное башка танчит. Это прикольно. То есть, с углами, со стабилизациями, со всеми делами, ты выкатываешь от рельефа и, не жуя, ДПМом всех метелишь. То есть, ещё раз, у танка всё в целом отлично. Кроме его брони. Броня не позволяет назвать всё это неким невероятным тортозом, только премиумом за деньги. Если б так, то вообще было бы, конечно, супер. Нет, нифига не так. Корпус приходится прятать и очень сильно. Лоб мяконький. Никакого там бортов, брони тоже там нету. Никакими ромбами не потанкуешь. Там борт 50 миллиметров всего лишь. Нет, рекорд это и возможно, но не так, что прям вот ты ими и будешь жить. И поэтому здесь вот как хрустик приходится. Просто вот как, я не знаю, как кротик. Только глаза торчат, а подбородок там, нос весь вон за какими-то препятствиями, за укрытиями. Только так можно гарантировать неполучение урона. Во всех остальных случаях нас будут нормально так нещадно карать. Народ пока не подразобрался, еще в башню пробивать будут слабо. Только лючки будут пытаться выцеливать. Ну а те, кто потом подразберется, уже и в лоб башни в ту настройку будут нас тоже пробивать, которую я вам показывал. Грубо говоря, не забалуешь. Но на нубасах можно на такие настрелы делать чумасшедшие, что, конечно, радость и праздник. Замечаем, да, какая стоба? То есть необходимо досвестись примерно 0,0 при выкате. Если башкой не поворачивать, то она прям филигранно точно кладет. Неплохая точность для американской ПТшки с Альфой в 400. Я вам уже показывал. И все-все-все. Ну то есть пробитие, конечно, могло быть бы вообще чемпионским. 248 тогда вообще это был бы просто лучший прем. Ну просто вот вы сравните его и, к примеру, какой-нибудь там, ну, не дай бог, Т-34, что-нибудь такое, из старой гвардии. Там неиграбельный кал, пятикратно переваренный. А здесь свежий новый кал. Ну, может быть, даже и не кал. Какую оборудку сюда клеить? Здесь вариантов примерно 0. Это у нас обязательно турбина, чтобы мы не ехали 35 км переднего и 15 км заднего, а ехали хотя бы 40 км вперед. У ПТшек нет слотика под мобильность, поэтому лучше турбину поставить боновую или трофейную. С лотика еще раз нет, поэтому обычную ставить смысла нету, лучше тогда вообще никакой. И третьим поставить, к примеру, закалку, потому что это быдлотяжик, по сути. В какие-то моменты мы должны засесть и не двигаться, чтобы, ну, нормально все разъехались и не попали мы в какие-то перекрестные огни. А в какие-то нужно прям ехать и быдло давить сразу же. Напоминаю вам, что это у нас тортой, столько как будто бы бештанишек. У него голенькие яичишки, и поэтому постоянно нужно все, кроме головы, держать в тепле. А все остальное можно на холоде, поэтому смело вперед. И вон, если там какой-нибудь от головы с нами решает поразмениваться, пожалуйста, в размене наш ДПМ-чемпион, просто ДПМ-чемпион. Кому оно подойдет, если вот говорить об уровне играющих? Ну, наверное, этот танк такой средне-требовательный. То есть, любой нубас справится без базара, но уж совсем прям тупить на нем не стоит. Корпус все-таки, ну, не держит удар. Поэтому нужно чувствовать, когда можно вкатить, когда нельзя и так далее. И при этом всем, если уж ты вкатил, то иногда даже имеет смысл вот стоять и стрелять во врагов, нежели чем пятиться там, пытаться отыгрывать. Ну вот, короче, иногда не нужно передумывать многое, но и тупить тоже. Вот поэтому средненький. Вот, например, сейчас мы вкатили на королевского тигра, и он, заметьте, как нихреново так попадает в наши лючки, собственно. Они не маленькие, а он парень точный. Вот чтобы вот такого не было, нужно как бы, ну, и противников подбирать вовремя и так далее. Хотя здесь по этому парню, по тигру, можно подумать, что он, наверное, не особо, потому что на такой позиции натяжики стоять только могут прям отдаленные, альтернативные. Но он вот такой, и два из двух укладывает нам в лючок. Неприятно. Ну что ж, такая ситуация. Рустик, видимо, тоже не ожидал такого поворота, и поэтому сейчас уже, будучи ваншотным, уже не такой прям ретивый, как был. По цифрам на отметке, наша ПТ-шка сейчас не находится в каком-то там супер-ультра-топе, но это и, с другой стороны, показатель, потому что в целом народ на ней играет не так уж прям и ультра-хорошо. 3-100 на 3 отметке нужно иметь суммарочку. При том, что там тот же самый Ренегат уже, который 100 лет в игре, у него там 3-300. Ну и вот такие вот цифры. То есть, это означает, что все-таки на ней можно много навоевывать, но не так, что прямо у всех это будет легко получаться. Потому что, еще раз, тут надо вот... Ну это, короче, не Тортоиз. На Тортоизе особо думать не нужно. Видишь одного врага, на него вперед из песни. Встал немножко ромбом, взад-вперед катаешь, чтобы они выцеливали тебе лючки, и долбишь-долбишь-долбишь-долбишь. Здесь так же могло бы быть, но не так, потому что брони нету. И вот ты, именно дожидаясь каких-то моментов, теряешь и упускаешь. Это основная, по идее, его проблема. Ну, как бы все, проблем остальных-то больше нет. Ну, может быть, только с пробитием было бы вообще зачуденно, если бы оно было много. Ну, тогда просто все остальные премы подобного уровня, в том числе американские, тогда для чего? Если вот такое вот чудовище будет. И поэтому здесь хоть как-то. Но суть такая, короче, если вот совсем-совсем грубо подытожить, то это идеальный танк для того, чтобы фармить серебро. Для какого-то там нагиба извращенного и супер-имбовых темок, он, возможно, будет не самый лучший, но все равно способный. Вот так, если его обозначить. То есть, грубо говоря, наверное, по 10-бальной, я бы этот тунчис оценил так, баллов на 8, наверное. Ну, опять же, сюда же. Если вам кажется, что какой хороший танк, так нахваливают, прям скорее держите мои денежки, побежал в магазин. Не-не, не стоит спешить. По сути говоря, он не является, будет что-то такое прям экстра новое. Если у вас, условно, ТС-5 есть, пожалуйста, вам это все нахрен не надо. Если у вас какой-нибудь там випера есть, там это итальянское, вам уже это тоже не надо. Ну и так далее. Если у вас уже есть какой-то фармер, который плюс-минус не говно, то этот тоже особо уже не нужен. Это не имбовый танк, чтобы прям вот совсем превзойти все остальные. Нет-нет-нет, что вы что вы. А вот если бы он был на седьмом уровне, это да, была бы тогда имба. Но он, конечно, поэтому на восьмом. Итак, резюмируем. Если оно у вас оказалось, радуемся, фармим, может быть, даже местами нагибаем. Лезем далеко не сильно вперед, но и своего не упускаем. Там, где нужно поддпмить, нужно вырываться, и в размене мы будем чемпионить. Если вы встречаете такое в прицеле, и оно от рельефа ждет вас, спрятав корпус, вам необходимо разворачиваться и уползать. Если, конечно, вы не на такой же к ней хрени приехали. К тому же можно пытаться выцеливание лючков или надстройки на башне, которая находится слева от пушки, если на него смотреть спереди. Вот и вся история. В целом, танчик окейный, одобряется, но, опять же, не имба, поэтому, если у вас уже есть неговенные премы, то этот новый вам нахрен не упал. Революционного сети какой-то в нем тоже нету. Сверх нового слова в танковом строении здесь не наблюдается. Ну и поэтому бегает за ним прям с деньгами. Смысла тоже особенного нет. Неплохой такой танчис, который вот ради новинок. Ну, с другой стороны, они новинки плохими и не делают специально, чтобы, ну, подбудоражить народ. Тот самый, который ждет со своим ИСом шестым чего-нибудь новенького, чтобы было хорошенькое. Ну, вот, наверное, оно как-то вот на этом примерно уровне. Настреляли мы по итогу в этом бою 4 с лишним. Первую степень дали, и в целом-то оно фармит очень даже. В среднем по 80 тысяч сбоя, как мы видим в общей статистике. Ну, а в данном конкретном бою мы нафармили целых аж на 132 тысячи чистыми с премом, ну и плюс плюшечки. А это очень неплохо. Это все, ставьте лайк, подписывайтесь и увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok